Меланома Особый социальный статус меланомы кожи хорошо иллюстрирует всемирная благотворительная акция «День меланомы», которая традиционно проходит в мае и имеет целью привлечения внимания общественности к смертельно опасному заболеванию, которое можно легко диагностировать. На самом деле в Российской Федерации на сегодняшний день есть очень перспективная, интересная и современная работа по раннему выявлению злокачественной опухоли кожи. Например, мы с вами никогда не думали, что меланома может быть мелкого диаметра. Мы привыкли с вами помнить, что это образование, которое укладывается в правила ABCD, то есть оно симметрично, имеет неровные границы, пестрый характер окрашивания и, самое главное, диаметр больше 6 мм. И вот в Российской Федерации на сегодняшний день выпущен ряд работ, которые показывают, что меланомы все-таки начинаются с более мелкого элемента. И вот здесь мы как раз с вами будем говорить об активном выявлении этой опухоли и о пользе неинвазивных методов осмотра, таких как дерматоскопия. Ранняя диагностика меланомы заключается не только в том, чтобы ее вовремя заметили, вовремя диагностировали с помощью дерматоскопа, в том числе она заключается и в правильной постановке диагноза. Это так называемая вторичная профилактика меланома кожи, поэтому, конечно, здесь очень важно взаимодействие клинициста и морфолога. Долгие годы метастатическая форма меланомы была неизлечимой болезнью. Но сейчас в клиническую медицину пришли новые классы лекарственных препаратов, способные не только контролировать метастатическую меланому, но и полностью излечивать отдельных пациентов. Осталось в прошлом и отставание Российской Федерации по регистрации новых лекарственных средств. На сегодняшний день этого нет. У нас основные препараты для лечения метастатической меланомы, они зарегистрированы. Мы ими пользуемся достаточно широко. Это и в рамках клинических исследований, и в рамках реальной рутинной практики. Поэтому у нас есть ряд вопросов, которые мы, кажется, должны подискутировать на тему этих вопросов. Но по большому счету мы очень неплохо держим руку на пульсе. Сегодня наиболее эффективные методы лечения метастатической меланомы в первую очередь, это таргетная терапия и иммунотерапия, они все больше и больше входят в нашу практику. То есть если в 2017-2016 годах, даже в 2018-м эти больные были эпизодические, то есть у нас только появлялись лекарства, чтобы этих пациентов лечить, то в этом году уже этих лекарств все больше и больше, и пациентов, которых мы можем лечить сегодня, все больше и больше. Поэтому я надеюсь, что результаты не заставят себя ждать. Программа прошедшей конференции была посвящена всем аспектам диагностики и лечения меланомы и опухолей кожи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова